Моторые мечты, сладенькие наши, выздоравливай. Все ребятки, девчонки и мальчишки, родители за тебя переживают. Алине всего 11 месяцев. У малышки черепно-мозговая травма, отек мозга и перелом носа. Девочка в искусственной коме. Дыхание поддерживает ИВЛ. Сегодня ее должны были из этой комы выводить, потому что было уже два исследования КТ, которая показала положительную динамику, но когда включают препараты и не дают лекарства, она начинает ввергаться очень сильно и убирать трубочки, и они снова ее усыпляют. Тяжелейшие травмы малышка получила в одном из отелей Бангкока, куда она поселилась вместе со своими родителями перед перелетом из Таиланда в Россию. Папа находился за границей по работе. Несмотря на свой возраст, Алина уже бойко передвигалась на своих ножках, но для равновесия нужно было за что-то держаться. За стол в спальной комнате удержаться не получилось. Мраморная столешница упала прямо на голову девочки. Ты куда хочешь побежать? Ты уже хочешь побежать? Ты уже поправилась? Да, скажи, я уже поправилась, все хорошо. Я уже вам язычок показываю. Вот уже вторые сутки врачи международного госпиталя борются за жизнь маленькой пациентки. Только за день лечения частная клиника выставила родителям счет почти на 1 миллион рублей. Но они смогли положить на депозит все, что у них было – почти 200 тысяч рублей. От отчаяния мамы девочки была вынуждена обратиться за помощью в социальной сети. Ее услышали. Сотни пожеланий о скорейшем выздоровлении девочки. Только за сутки удалось уже собрать почти 3 миллиона рублей. И помощь продолжает приходить. Номер банковской карты можно найти на страничке Регины Нуреевой в Инстаграм. По некоторым данным, во время консилиума с ведущим нейрохирургом больницы обсуждался вопрос о переводе пациентки в государственную клинику. А татарстанцы обратили за помощью к российским дипломатам. Руководство отеля пока ограничилось с корзиной фруктов.